Продолжение следует... Слава праведность, вера. А что хочет сказать автор? Когда читаешь послание к римлянам, наверное, самое сложное, но и самое длинное послание Нового Завета, то часто не понимаешь. Вроде слова все знакомы, я читаю синодальный перевод. Давайте начнем с предыдущего, 16 стиха, чтобы была целиком фраза. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Во-первых, аудею, потом и эллину. Это отдельная проблема сейчас, не о ней. «Не стыжусь благовествования Христова, Евангелия. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведная вера жив будет». И что? И смысл? Во-первых, что такое правда Божия? Ну, вообще, если по-гречески прочитать, «Ди каёсюны гар тэуэнауто апоколюптэтэээк пистэос эйс пистэн». «Ди каёсюны тэу» — что это? Вообще-то это праведность Бога. Но Бог праведен, да. Ну и что? А что вот нам-то до этого? Ну, наверное, приятно сознавать, что Бог праведен. А мы — нет. И как она может нам открываться в благовествовании? Праведность Бога — ну, это некоторые аксиомы. Если Бог неправеден, то тогда вообще о какой праведности можно говорить? Да, праведность — это, в принципе, что-то такое, что соответствует требованиям Бога, грубо говоря. Праведный человек кто? Кто живёт по Божьей воле. Ну, естественно, Бог живёт по своей воле. Он праведен. Это всё равно что сказать. Ноль равен нулю там. А вода, она состоит из воды. Да, это даже не какое-нибудь утверждение, что вода там состоит из молекул H2O, да. Один атом кислорода и два водорода. Это просто вот вода равняется воде. Вода водяная. Бог праведен. Но здесь же не описание Бога. Здесь некоторые действия. Что происходит в благовествовании в Евангелии? Давайте назовём это хорошим русским словом Евангелия, да, греческим, конечно, по происхождению. Праведность открывается. И, по сути дела, здесь в самом начале послания Павел делает очень важное утверждение, что праведность Бога, она имеет отношение к нам. Вот не просто мы знаем, что Бог праведен, а ещё Он бессмертен, а ещё Он всесилен. Много-много разных определений. Но это не про нас. Но праведность — это ровно то качество, которое мы можем получить. Послание к римлянам описывает как. И тогда получается, что она открывается, по-гречески, кстати, знакомое слово, даже не знаю, с чем греческий оно будет знакомо, апокалипсис отсюда, да, открывается, то есть в откровении даётся, не просто открывается там, я не знаю, поднялся над землёй, открылась чуть дальше перспектива, да, там облака рассеялись, открылся солнечный свет. Но открывается как некое знание, как некоторое откровение. Открывается праведность, которую человек может принять. И смотрите, тогда получается, что Евангелие — это, собственно, способ для человека принять эту праведность. Ну, конечно, здесь ещё сказано, что праведность — это то, что Бог, в отличие от человека, не лжёт, что он не обманывает, что данные им обещания он исполняет и так далее. Но это какая-то, скорее, общая информация. А вот то, что мы можем приобщиться к этой праведности через Евангелие — это очень важная мысль, и потом в послании к евреям Павел будет расписывать как. А пока что он даёт только два очень странных, хотя вроде бы формально понятных выражения, из веры в веру. Ну, или от веры. Слово «вера» — вообще-то оно уже русское слово, чем греческое «пистис», потому что «пистис» — это ещё и верность, достоверность, убедительность. Итак, смотрите, как это можно понять? Человек обретает праведность благодаря вере в Бога, от веры. И его вера возрастает от этого. То, что он обретает праведность по вере, это одна из основных мыслей посланий к римлянам, и совершенно точно Павел с этим согласится. Но можно сказать и так, что вера одних людей пробеждает веру в других. Вот от веры одних к вере других переходит это благовествование. Ведь что такое благовествование или Евангелие? Это не просто книжка на полке, это процесс, это возвещение вести о Христе. И тогда вера одних рождает веру в других. И тем самым в этих людях проявляется Божья праведность. Но я уже сказал, что вера – это еще и верность по-гречески пистис. И тогда, может быть, идет речь о верности. От верности Христа, не человека. Христос, который верен Отцу, Он тем самым исполняет то, что было обещано еще Аврааму. И это приводит к какой-то новой верности. Мы уверены в том, что все это исполнилось. Вот какой букет значений у нас получается. Лично мне больше всего нравится то, что праведность рождается от веры, но и приводит к вере. Но это мой выбор во многом по каким-то эмоциональным причинам. А понять можно по-разному. Я прочитаю свой перевод. Начинаем с 16 стиха. «А Евангелие я не стыжусь. В нем сила Божья во спасение всякому верующему, сперва иудею, а потом и язычнику. В Евангелии открывается праведность Бога от веры и ради веры». Как и написано, «Праведность жив будет верой». О, кстати, цитата. «Праведность жив будет верой» — это же некое подтверждение. Он излагает свою мысль у Павла, а потом он говорит еще в Ветхом Завете пророка Аввакума, 2 глава. Это уже было сказано. «Праведность жив будет верой». То есть не чем-то иным, как только верой обретается эта самая праведность. «Одэ дикайос эк пистаус дзэс этой». И, живя от веры, живя тем, что подчеркнуто в этой вере, он, соответственно, увеличивает эту веру внутри себя и, по-видимому, вокруг. Вот, может быть, о чем говорит этот стих. Но, конечно, для того, чтобы его полностью понять, надо хотя бы несколько глав послания к римлянам прочитать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!